Участников проекта «Поезд памяти» сегодня встречали в Полоцке первая остановка мемориал жертвам фашизма урочище Пески. В годы войны здесь размещался фашистский пересыльный лагерь для советских военнопленных «ДУЛАК-125». Вместе с участниками патриотической акции в Полоцке побывала и Елизавета Синяк. Очень пронизывающе это было, прям тронуло до слез. Как и солнце в этот день пронизывало облака и освещало гранитные плиты с именами погибших. В Полоцке мемориал урочище Пески стал первой точкой маршрута «Поезда памяти». До войны на этой пустой площади рос сосновый бор. А к осени 41-го все деревья были вырублены. Территория стала полем смерти. В годы войны здесь находился немецкий пересыльный лагерь для советских военнопленных «ДУЛАК-125». В один момент на одном конце поля копали могилы, на втором хоронили людей. Доходило того, что из-за нечеловеческих условий умирало до 200 человек в день. Большая часть военнопленных умерла уже в первую зиму. То есть из 15 тысяч первую зиму не пережили 12 тысяч. Осенью людей просто держали на улице. То есть они спали на улице, ели на улице. Всего больше 40 тысяч советских граждан навсегда остались в песках этой земли. За период оккупации немецкие захватчики уничтожили около 150 тысяч военнопленных и жителей Полоцка. Через трогательное представление участники «Поезда памяти» стали свидетелями трагических событий. Они так хорошо играли, что ты действительно чувствовал все эмоции, которые они, собственно, хотели передать нам. Женщины плакали, и ты смотришь на своих сверстников. Они тоже плачут, и ты понимаешь, насколько круто, настолько классно, что поколение сейчас тоже понимает всю тяжесть того времени и благодарны своим предкам. Отважные подвиги наших предков, которые жертвовали собой ради того, чтобы у нас был мир. Мой дедушка с папиной стороны воевал во Второй мировой. Он дошел до Австрии и воевал в освобождении Вены. Когда немцы отступали, то ему переехали ногу. Из-за этого он стал инвалидом. Но я горжусь им. Прямо на этом месте, где когда-то фашисты вершили беспредел и уничтожали, по сути дела осуществляли геноцид наших народов, для ребят стал очень эмоциональной точкой. Координаторы, кураторы, взрослые, вожатые сегодня не могли сдержать слез, потому что настолько глубокая была постановка, которая позволяет погрузиться ребятам, понять, что такое обрыв жизни в мирной стране на то время. На маршруте поезда не только памятные места. В Полоцкой программе для молодежи СНГ и Кадетское училище и Спасо-Ефросиньевский монастырь. Это место захватывает свои истории тем, что там сохранились те исторические иконы, люди, которые верят в это. Это было очень интересно. И мне, как человеку, у которого достаточно верующая православная семья, было очень важно попасть в это место, прикоснуться к истории. А еще ребята посетили белорусский Хогвартс, он же Полоцкий государственный университет, где пообщались с мудрым старцем. Уважаемый старец, позвольте спросить, когда прекратят собою? Дело в том, что людям можно осознать, что никакая власть, никакие материальные ценности и убеждения в истории человеческих жизней. А вечером в Софийском соборе для участников российско-белорусского проекта состоялся концерт органной музыки. На такой торжественной ноте завершился четвертый день путешествия в колыбели белорусской государственности. Завтра по плану уже другая страна. На связи Елизавета Сняк и Максим Львов. И мы поехали дальше. Спасибо. 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 Спасибо.